Итак, продолжаем чтение книги Оша «Сила любви». Испытывая головную боль, я познал свою мужскую природу. Испытывая боль сердечную, я познал свою женскую природу. Испытаю ли я когда-нибудь боль своей сути? Такого состояния, как боль сути, нет. В сути известна высшая форма целостности, высшая форма здоровья. И неведомы ни болезни, ни недомогания, ни смерть. Выйти за пределы головы и сердца означает выйти за пределы дуальности существования. И этот выход приводит тебя к твоей сути. Суть просто означает, что ты отбросил эго, которое было частью твоей головы. И что ты отбросил даже разделение, очень тонкое и неуловимое, которое было частью твоего сердца. Ты отбросил все преграды, стоящие между тобой и целым. Капля росы вдруг скатилась по листку лотоса и упала в океан. Она слилась с ним воедино. В каком-то смысле тебя больше нет. А в каком-то смысле ты впервые есть. Ты больше не существуешь, как капля росы. Но впервые существуешь, как океан. Это и есть твоя природа. Великий психолог Уильям Джеймс внес огромный вклад, придумав новое слово для духовного опыта. Он назвал его океаническим опытом. И он совершенно прав. Это опыт, когда все расширяется. Когда границы уходят дальше и дальше. Наступает момент, когда ты больше не видишь своих границ. Ты стал самим океаном. Ты есть, но ты уже не в тюрьме. Ты есть, но ты уже не в клетке. Ты выбрался из клетки, выбрался из тюрьмы. И теперь летишь в небо. Абсолютно свободный. Запомни одну вещь. Птица на свободе. И птица в клетке. Совсем не одно и то же. В клетке птица становится другой. Потому что она лишилась свободы. Лишилась бескрайнего неба. У нее отняли радость танцевать на ветру, под дождем, под солнцем. Ты дал ее золотую клетку, но уничтожил ее достоинство, ее свободу, ее радость. Ты посадил ее в тюрьму. Кажется, что это та же самая птица. Но это не так. И человек, стесненный границами ума, сердца и тела, тоже находится в заключении. Он окружен множеством стен. В последней тюрьме, куда меня посадили в Америке, было три двери. Это была самая современная, ультра-современная в плане технического оснащения тюрьма. Первая такого рода в Америке. Ее открыли всего тремя месяцами ранее. Все управление было электронным. Пройти через эти три двери человеку было практически невозможно. Во-первых, они находились под напряжением. Одно касание, и ты мертв. Во-вторых, они достигали такой высоты, что не помогла бы никакая лестница. И так одна за другой три двери. Они открывались только с пульта дистанционного управления. Который начальник тюрьмы хранил у себя в машине. Он нажимал на кнопку, и открывалась первая дверь. Она напоминала гору. Такая же огромная и высокая. Когда машина проехала, нужно было ждать, пока первая дверь не закроется. Только тогда с пульта управления можно было открыть вторую дверь. А после того, как закрылась вторая дверь, можно было открыть третью. Впервые оказавшись в этой портлингской тюрьме, я сказал начальнику. «Возможно, вы даже не знаете, что создали прекрасный символ». «Символ чего?» – спросил он. «Точно в таком же положении находится человек», – ответил я. «Первая дверь – это его тело. Вторая – ум. И третья – сердце. А за этими тремя дверями томится бедная душа». «Я никогда об этом не думал», – сказал он. «Наверное, это просто совпадение. Никто не задумывался об этих дверях. Почему их три? Почему не четыре? Я не знаю. Это была не моя идея. Но я сказал ему, что тот, кто предложил эту идею, возможно, подсознательно почувствовал некую симметрию, некое соответствие между неволей человеческого сознания и тюрьмой для людей. Как только ты выходишь за пределы тела, это не трудно. Ведь тело прекрасно тем, что оно все еще сонастроено с природой. Поэтому выйти за его пределы очень легко. Оно не оказывает серьезного сопротивления. Оно радо тебе помочь. Самая большая проблема – это ум. он был создан специально, чтобы держать тебя в рабстве. У тела есть своя красота. Она все еще сопричастна деревьям, океанам, горам, звездам. Его еще не замарало общество. Его еще не отравили церкви, религии, священники. А ум полностью обусловлен, искажен. Ему внушили абсолютно фальшивые идеи. Твой ум в сущности выполняет роль маски. Он прячет твое истинное лицо. Для того, чтобы выйти за пределы ума, требуется целое искусство. Искусство медитации. И на Востоке люди посвятили почти десять тысяч лет. Весь свой интеллект. Весь свой гений поиском того, как выйти за пределы ума с его обусловленностями. И вершиной их усилий, длевшихся десять тысяч лет, стало усовершенствование метода медитации. Говоря простым языком, медитация означает наблюдение за умом. Если ты сможешь за ним наблюдать, просто безмолвно смотреть на него, ничего не объясняя, ничего не оценивая, ничего не осуждая. не вынося никаких суждений, ни за, ни против. Просто наблюдать, как будто ты не имеешь к нему никакого отношения. как будто это уличное движение, только не на улице, а в уме. стой в стороне и наблюдай. Чудо медитации заключается в том, что если ты будешь просто наблюдать за умом, он начнет медленно-медленно исчезать. в тот момент, когда исчезнет ум, ты подходишь к последней, очень хрупкой двери. Ее тоже еще не замарало общество. это дверь в твое сердце. На самом деле, сердце тебя сразу же пропустит. Оно никогда тебе не мешает. Оно почти всегда готово, что ты к нему придешь. И оно откроет тебе дверь в твою суть. Сердце — твой друг. Голова — твой враг. Тело — твой друг. И сердце — тоже твой друг. Но враг находится как раз между ними. Он подобен Гималаям, огромной горной стене. Но есть простой способ его преодолеть. Гаутама Будда называл этот способ «випассана». А Патанджали называл его «дьяна». Слово «дьян» из санскрита. В Китае оно обрело форму «чань», а в Японии «дзен». Но это все одно и то же слово. В английском языке нет точного эквивалента словам «дзен», «дьяна» или «чань». Мы употребляем близкое по смыслу слово «meditation». Но следует помнить, что в английских словарях слово «meditation» используется не в том значении, в котором употребляю его «я». Во всех словарях будет написано, что «meditation» — это размышление о чем-то. Поэтому, когда я говорю людям запада о медитации, у них сразу возникает представление, что нужно о чем-то думать. Дело в том, что на Западе слово «meditation» не развило таких значений, какие имеют восточные слова «дьяна», «чань» или «дзен». И медитировать всего лишь означает быть осознанным, а не думать о чем-то, сосредоточиться над чем-то или что-то созерцать. На Западе это слово всегда соотносится с каким-то действием, но в том смысле, в котором употребляю слово «медитация» «я», она просто означает состояние осознанности. И медитация подобна зеркалу. Ты думаешь, зеркало пытается на чем-то сосредоточиться? Чтобы перед ним не происходило, оно это отражает, но само остается безучастным. Пройдет ли перед ним красивая женщина или уродливая? Или вообще никто не пройдет? Ему совершенно все равно. Это просто отражающая поверхность. А медитация всего лишь отражение осознанности. Ты просто наблюдаешь за тем, что происходит перед тобой. И в результате этого простого наблюдения ум исчезает. Ты слышал о разных чудесах. Но это единственное чудо. А все остальные чудеса – просто выдумки. То, что Иисус ходит по воде или превращает воду в вино или воскрешает мертвых – это все красивые выдумки. Если их понимать символически, то в них скрыт огромный смысл. Но если ты утверждаешь, что это исторические факты, то ты просто глупец. А в символическом понимании они прекрасны. Символически каждый учитель на свете воскрешает мертвых. Чем я здесь занимаюсь? Вытаскиваю людей из могил. Иисус вытащил Лазаря, когда тот был мертв четыре дня. А я вытаскиваю людей, которые были мертвы много лет, всю жизнь. И из-за того, что они пробыли в могилах так долго, им очень не хочется вылезать. Они изо всех сил сопротивляются. Что ты делаешь? Это наш дом. Мы здесь тихо, мирно живем. Не трогай нас, не беспокой, не тревожь. Символически это правильно. Каждый учитель пытается дать тебе новую жизнь. Сейчас ты не в полной мере живешь. Ты просто существуешь. В чудесах, если воспринимать их как метафоры, есть красота. Мне вспоминается одна странная история, которую христиане полностью вычеркнули из своих священных книг. Но в суфийской литературе она осталась. И это суфийская история об Иисусе. Иисус вошел в город и увидел знакомого человека. Он знал его. Тот человек был слепым. А Иисус вернул ему зрение. Человек бежал за проституткой. Иисус остановил его и сказал. Ты помнишь меня? Да, помню. И никогда тебя не прощу, последовал ответ. Когда я был слепым, я был абсолютно счастлив. Ведь я не видел никакой красоты. Ты дал мне зрение. А теперь скажи, что мне с этим зрением делать? Мои глаза все время смотрят на красивых женщин. Иисус не мог поверить своим ушам. Он был поражен, шокирован. Я думал, что оказал этому человеку большую услугу. А он злится. Он говорит, пока ты не дал мне зрение, я не думал о женщинах. Не знал, что есть проститутки. Дав мне зрение, ты меня уничтожил. Иисус оставил его, ничего не ответив. Ему было нечего сказать. Но пройдя еще немного, он увидел в канаве человека, который был вдрыз пьян и бормотал что-то бессвязное. Вытащив его из канавы, Иисус увидел, что это тот человек, которому он когда-то вернул возможность ходить. Хотя сейчас он едва мог стоять. Ты знаешь меня? Спросил Иисус. Да, знаю, ответил человек. И хоть я пьян, я не могу тебя простить. Ведь это ты загубил мою спокойную жизнь. Без ног я никуда не мог пойти. И я был спокойным человеком. Не дрался, не играл в азартные игры, не заводил приятелей, не ходил в бары. Но ты дал мне ноги. И с тех пор у меня нет ни минуты покоя. Я постоянно за чем-то бегу. То за одним, то за другим. А потом, устав от беготни, я напиваюсь. Ты сам видишь, что со мной происходит. И это ты во всем виноват. Надо было заранее сказать, что если у меня появятся ноги, появятся все эти проблемы. Ты и меня не предупредил. Ты просто вылечил меня, не спросив разрешения. Иисус был настолько ошеломлен, что решил покинуть город. Неизвестно, кого еще я здесь встречу, подумал он. А на окраине города он увидел человека, который пытался повеситься на суку дерева. «Подожди, что ты делаешь?» – крикнул Иисус. «А, снова ты!» – сказал человек. «Я был мертв, но ты заставил меня вернуться к жизни. Теперь у меня нет работы. Жена от меня ушла, потому что считает, что мертвого нельзя оживить. Она думает, что я призрак. Никто не хочет со мной встречаться. Друзья меня просто не узнают. В городе люди на меня даже не смотрят. Что мне остается? А сейчас, когда я собрался повеситься, ты снова тут как тут. За что ты мне мстишь? Почему не оставишь меня в покое? Я даже повеситься не могу. Однажды я уже был мертв, но ты меня оживил. И если я повешусь, ты меня снова оживишь. Ты так помешан на своих чудесах, что тебя совсем не волнуют люди, которые от них страдают. Когда я прочитал эту историю, она мне очень понравилась. Ее должен знать каждый христианин. нет никаких чудес, кроме одного. Это чудо медитации, которое вносит тебя далеко от ума. Сердце тебя всегда радо. Оно всегда готово тебя пропустить, отвести тебя к твоей сути. А суть – это твоя целостность, твое высшее благополучие. Полицейский заметил на дороге машину, которая бросалась с стороны в сторону. Он ее остановил. Вышла красивая женщина. Она явно была под воздействием алкоголя. Но чтобы убедиться, наверняка, полицейский заставил ее дунуть в трубочку. Естественно, допустимый уровень был превышен, и полицейский сказал. «Дамочка, я смотрю, вы сегодня пару-тройку раз пошалили». «Боже мой!» – воскликнула женщина. И это тоже отображается. «Головная боль – это нормально. Сердечная боль – это нормально. Но дальше не ходи. Дальше нет никакой боли, никаких страданий. Там, за сердцем, то, чего ты всегда желал. То, что ты всегда искал осознанно или неосознанно. Это долгий путь. И христианство, иудаизм, и ислам – три религии, основанные за пределами. Индии. Все совершили одну большую ошибку. Они внушили человеку мысль, что у него только одна жизнь. Это породило множество проблем. Все восточные религии сходятся в одном. Ты здесь жил уже тысячи раз. Эта жизнь не единственная. Ты уже прожил много жизней. Паломничество долгое. А ты практически ходишь кругами. И потому твое сознание не растет. Ты снова и снова повторяешь одни и те же ошибки. Все твои жизни почти одинаково тратятся впустую. Говорят, что история повторяется. Но истории не интересно повторяться. Она повторяется лишь потому, что мы пребываем в бессознательном состоянии. И раз за разом совершаем одну и ту же ошибку. Наше сознание остается прежним. Вот почему каждая наша жизнь проходит на одном и том же уровне страданий. Мы не растем. Но пора изменить ситуацию. Тебе следует начать глубокую работу над своей сутью. Начать ее поиски. Потому что, познав свою суть, ты уже больше не родишься в теле. Ты больше не попадешь в другую тюрьму. Ты освободишься из всех тюрем. И это окончательная свобода. Единственный урок, который следует выучить за все эти жизни. Но мы живем почти как пьяные. Рубен Левинский рассказывал друзьям в клубе, как няня забеременела от его пятилетнего сына. «Но это невозможно», – воскликнул Солли. «К сожалению, возможно», – ответил озадаченный Рубен. «Этот маленький негодяй порткнул булавкой все мои презервативы. Мы живем в очень странном мире. Я слышал одно из речений, очень древнее. Бог сотворил женщин без чувства юмора, чтобы они могли любить мужчин, не смеясь над ними». Хайми Гольдберг проводил вечер в баре. И вдруг мужчина, сидевший на соседнем стуле, сполз вниз и упал на пол. Видя, что мужчина не может добраться до дома самостоятельно, Хайми отыскал у него в бумажнике домашний адрес и решил помочь. Он обхватил его рукой, и они направились к выходу. Но тут у мужчины подкосились ноги, и он упал. «Но ты и надрался», – воскликнул Хайми. «И зачем, черт побери, нужно было столько пить?» Человек что-то пробормотал в ответ, но на Хайми не стал его слушать. Чувствуя себя праведным, как масть, как мать Тереза, Хайми взвалил мужчину себе на плечи и понес домой. Когда на его яростный стук женщина открыла дверь, он вошел в дом и сбросил мужчину на диван. «Вот ваш муж», – сказал Хайми. «И на вашем месте я бы с ним серьезно поговорил насчет его пристрастия к алкоголю». «Я обязательно поговорю», – пообещала женщина. «Только скажите, где его инвалидное кресло?» «О, этот мир просто умора!» «Все происходит так бессознательно!» «Стоит запомнить одну вещь!» «Нельзя терять возможности развивать свою сознательность. Пусть она разовьется настолько, чтобы у тебя появилось такое же видение, такая же ясность, такая же интуиция, такое же понимание, как у Каутамы Будды. О, сейчас подождите!» «Если ты не станешь таким же пробужденным, твоя жизнь будет снова и снова повторять одни и те же ошибки. Бессознательный человек не может изменить ход своей жизни. Образ жизни изменится лишь благодаря сознательности, растущей сознательности. И как только ты достиг полного пробуждения, просветления, тебе больше не нужно снова возвращаться в утробу. И просветленный человек исчезает в утробе Вселенной. Не то, чтобы тебя нет, на самом деле ты впервые есть. Ты существуешь как бескрайняя, необъятная Вселенная. У тебя нет никаких границ, и ты постоянно расширяешься. Все твои страдания происходят от того, что ты необъятен, а тебя втиснули в маленькое тело, в маленький ум, в маленькое сердце. Твоя любовь хочет расти вши, но сердце слишком мало. Твоя ясность хочет стать чистой, словно безоблачное небо. Но твоя голова слишком мала и забита под завязку. Твоя суть хочет расправить крылья и воспарить к солнцу подобно орлу, но она находится в неволе. Вокруг нее три стены. И выбраться из этой тюрьмы практически невозможно. На Востоке были занятия только одним. И поэтому на Востоке не было серьезного развития науки и технологий. Всех восточных гениев заботило лишь одно — сокровенный центр человеческой сути. Эти люди не были объективны. Их все больше и больше интересовала субъективность. Восток нашел золотой ключик. Он может открыть тебе двери в бесконечное блаженство, во все великолепие, скрытое в существовании. Он может дать тебе возможность получать дары из всех измерений. Ты не несчастное существо. Внутри тебя находится Бог. И ты должен этого Бога найти. Это единственное чудо, в которое я верю. Единственная магия. Все остальное несущественно. Глядя на тебя, я иногда вижу блеск детской невинности, теплоту, которую я называю любовью. А иногда я вижу бескрайнюю пустоту, такую же прохладную, прозрачную и безликую, как ночное небо. И правда ли, что в тебе есть оба эти качества? И правда ли, что оба эти качества есть во мне? Тебе открылась очень важная истина. Детская невинность и теплота любви, которые ты видишь, не противоречат бескрайной и пустоте, такой же прохладной, прозрачной и безликой, как ночное небо. По сути, это две стороны одной медали. Если ты станешь невинным, как ребенок, в тебе будет теплота и любовь. Но другая сторона медали будет в точности походить на прохладную, безликую пустоту, на звездное небо. Оба эти качества появляются вместе. Сначала возникает прохлада, пустота. А затем детская невинность приносит теплоту. Но когда интеллект сталкивается с такими противоположностями, ему всегда трудно определить, что же это на самом деле. Например, если ты откопаешь корни розового куста, то и не подумаешь, что эти корни каким-то образом связаны с розами. Корни уродливы. Кажется, что между цветами роз и корнями вообще не может быть ничего общего. Но корни дают цветам соки, а не дают им жизнь. Именно благодаря корням цветы роз такие яркие, живые, теплые, красивые. В жизни много подобных противоположностей. Взять, например, тебя. Если внутри ты станешь прохладным, как звездная ночь, как безликая пустота, это будет твоим корнем. Тогда детская невинность, теплота, любовь будут твоим цветком. Одно не может существовать отдельно от другого. Эти качества есть и во мне, и в тебе. Как только ты осознаешь это, тебе не потребуется много времени, чтобы обнаружить в себе те же самые корни и цветы роз. Только ощутив их внутри себя, ты сможешь прийти к пониманию. Не просто интеллектуальному, а экзистенциональному. На тебе и определенно открылась очень важная истина. Когда ты говоришь, кажется, что это так, но ведь такого не может быть. Истина невозможна, но тем не менее она случается. Она только кажется невозможной, но на самом деле она лежит в основе нашего потенциала. В существовании так много тайн. Никогда не думай, будто что-то невозможно. Все возможно. Невозможность – это лишь идея ума. Можешь ли ты понять, как эти зеленые деревья растут ввысь, вопреки силе протяжения? Это невозможно. Но все деревья на свете прекрасно справляются. Они не думают о силе протяжения. И им нет до нее дела. Раньше ученых очень беспокоило, как деревья в высотах могут достигать 50 метров. И дело не только в самих деревьях. Ведь соки, вода поднимаются вверх без какой-либо насосной системы. Как же это происходит? Ты, например, не сможешь поднять воду на 50 метров без электронасоса. Но у этих деревьев есть своя тайна. Настолько удивительная, что когда ученые ее разгадали, то сначала просто не поверили. В миллионы лет эти деревья, неграмотные, необразованные, ничего не знающие о науке, творили чудо. Это чудо заключается в том, что наверху, где каждое дерево тянется к солнцу... Вот в чем фокус. Каждое дерево тянется к солнцу. Поэтому, когда деревья растут близко друг к другу, они стремятся стать выше. Это соревнования. Кто выше, тот дольше проживет. Они стремятся к солнцу, чтобы солнце испаряло воду с их верхушек. В деревьях все взаимосвязано. В них действует принцип промокательной бумаги. Когда на верхушке солнце испаряет воду, верхушка становится сухой, промокательная бумага высыхает. Дерево начинает брать воду снизу. И тогда второй слой промокательной бумаги становится сухим. А когда ион высыхает, дерево берет воду еще ниже. Вот так дерево поднимает воду на 50 метров без всякого насоса. Однако ему нужно солнца. Иначе оно умрет. Получается противостояние. Солнце против силы притяжения. Дерево вступает в сговор с солнцем. И они противостоят силе притяжения вместе. С помощью солнца дерево становится выше, берет соки из корней. Было обнаружено, что корни обладают такой чувствительностью, которой нет даже у нас. Лишь немногие люди ей обладают. Вы наверное слышали о людях, которые просто пройдя по местности могут сказать, где есть вода. Возможно, вы этого не замечали. Но они тоже прибегают к помощи деревьев. Они всегда носят с собой ветку. Свежесрезанную ветку дерева. Фокус в том, что они держат ее в руке. А у них очень чувствительные руки. Сами они не знают, где вода. Но ветка знает. И когда ветка дергается, совсем чуть-чуть, вы этого не увидите. Но они почувствуют. Значит, она нашла воду. Они обманывают людей. Они делают вид, что умеют творить чудеса. Но это не чудо. Это простой способ, которым пользуются деревья. Ветка обязательно начнет дергаться в ту сторону, где есть вода. А им остается только почувствовать ветку. Понять, в какую сторону она указывает. И они будут долго ходить кругами по одному и тому же месту, пока не убедятся, где именно находится источник воды. Было обнаружено, что в поисках воды корни деревьев преодолевают путь в десятки и даже сотни метров. Но как им отдаётся узнать, что в нескольких десятках метров к Йогу или к Северу есть вода? Причём, как ни странно, эта вода может быть и в трубопроводе. Корни деревьев настолько чувствительны к воде, что даже если вода течёт в трубе, они её находят. И ещё было обнаружено, что они умеют пробивать трубы. Они пролезают в трубу и начинают пить вашу воду. Они используют её для своих целей. Закачивают её на 50 метров вверх. Это воровство. Да и налогов они не платят. Им нет дела до ваших водоснабжающих корпораций. Вот такие они, эти корни. В Америке у нас была коммуна. И мы жили в пустыне. Там растут деревья только одного вида. Они научились выживать в пустыне. Адаптировались к пустынной жизни. Как верблюды адаптируются к пустыне, так же к ней адаптируются и те деревья. Их стратегия такова. Поскольку для корней воды там нет, они собирают влагу из воздуха. Особенно ночью, когда в пустыне становится прохладнее и влажность повышается. Они всасывают влагу с каждого листика, с каждой веточки. Для них это единственный способ выжить. И корнями они не пользуются. Ведь это настоящая пустыня. Там нет никакой воды. Однако они освоили новый способ, противоположный. Они впитывают влагу через листья. Обычные деревья испаряют воду с листьев и всасывают воду корнями. Но деревья, растущие в пустыне, действуют ровно наоборот. Корнями они не пользуются. Корни им нужны только для того, чтобы держаться в земле. Это просто опора. И все. Но благодаря своему разуму, они по ночам впитывают из воздуха влагу. И за счет этого прекрасно живут. Неверно полагать, что существование неразумно. У него больше разума, чем ты можешь себе представить. Вся его жизнь наполнена разумом. И нет ничего невозможного. Тебе просто нужно найти правильный способ. И тогда невозможное станет возможным. Твой ум немного труслив. Твой ум хочет, чтобы все было так, как он считает нужным. Чтобы все соответствовало его собственной обусловленности. Из-за этого многое становится невозможным. Отучись подстраивать бытие под себя. Это не религиозный способ. С ним тебе не победить. Религиозный способ – это быть смиренным и жить в соответствии с бытием. Будь естественным. И пусть природа сама направляет твою жизнь. Природа невероятно разумна. Она тебя порождает. Она дает тебе жизнь и разум. И если она сама не океан разума, тогда откуда же берется твой разум, который, безусловно, мал по сравнению с разумом Вселенной? По своему опыту могу сказать, что эти два качества неразлучны. Безмолвная пустота. Безликая прохладность. А только не следует путать ее с холодностью. Я называю ее именно прохладность. Холодность – это совсем другое. Холодность – это открытость. А в прохладности нет закрытости. Это очень живое. Очень открытое качество. Это свежий бриз, который постоянно проходит сквозь тебя. Ты каждый миг обновляешься. Вот почему ты прохладен. Раз ты безличен, то, следовательно, и невинен. Никак иначе быть невинным ты не можешь. А из-за того, что ты невинен, жив и свеж каждый миг, в тебе появляется любящая теплота, которая не обращена никому конкретно. Она просто подобна аромату. И может наслаждаться каждый, кто способен быть восприимчивым. Я хочу, чтобы мои люди сделали это невозможное возможным. Когда это невозможное станет возможным, у тебя появится тотальное вселенское понимание. Сад-Чит-Ананды, в переводе с санскрита Сад-Бытие, Чит-Сознание, Ананда, Блаженство. Эпилог. Каждая река впадает в океан. И каждая река добирается до него без проводника, без карты. Человек тоже может добраться до океана. Но он блаждает по дороге. На его пути возникает тысяча и одно препятствие. И проводник, учитель, нужен не для того, чтобы провести тебя к океану. Ты можешь прийти туда и сам. Учитель нужен, чтобы ты сохранил бдительность и не заблудился. Ведь тебя отвлекает тысяча и одна вещь. Река все время движется. Если на ее пути встречается красивое дерево, река ему радуется и течет дальше. Она не привязывается к дереву, иначе ее течение остановится. Встретив на пути красивую гору, она продолжает движение. Она испытывает глубокую благодарность и за встречу с горой, и за радость пройти через нее, и за песню, которая при этом рождается, и за танец. Безусловно, она испытывает благодарность, но никакой привязанности не возникает. Она продолжает движение, и ее течение не останавливается. Вся проблема человеческого сознания в том, что, встретив на пути красивое дерево, ты уже не хочешь никуда идти. Ты хочешь остаться там жить. Встретив красивого мужчину или красивую женщину, ты привязываешься к нему или к ней. Для этого и нужен учитель. Он будет снова и снова напоминать тебе, что не следует ни к чему привязываться. И это не значит, что нельзя к ничему радоваться. Наоборот, ты не сможешь радоваться, если к чему-то привяжешься. Радоваться можно только, если ты ни к чему не привязан, ничем не скован. И привязанность убивает всю радость. Ведь никто не может радоваться тому, что его сковывает, что идет против его внутренней сути. Наша внутренняя суть жаждет свободы. И если что-то эту свободу сковывает, мы начинаем злиться. Вот почему влюбленные дерутся, постоянно дерутся. Они злятся друг на друга, и их злость вызвана тем, что они стали друг для друга оковами. Они, может быть, даже сами не осознают, почему дерутся. Они находят какие-то мелкие причины, но эти причины ничего не значат. Самое главное, что они привязались друг к другу. И эта привязанность превратилась в оковы. А оковы — это отвратительно. «Все мое учение состоит из двух частей — свобода и любовь. Как любить и в то же время быть свободным?» Разумный человек — это тот, кто совмещает обе эти вещи и не жертвует одной из них ради другой. Тот, кто жертвует свободой ради любви — глупец. Как и тот, кто жертвует любовью ради свободы — он тоже глупец. И люди, погрязшие в мирских делах — глупцы. И люди, погрязшие в духовных поисках — тоже глупцы. Потому что ни те, ни другие не проявляют ни малейших признаков разума. Разум — это когда ты знаешь, что могут быть и овцы сыты, и волки сыты. Только тогда тебя можно считать разумным. Любовь абсолютно гармонично сочетается со свободой — никаких проблем. По сути, любовь не может существовать без свободы. Рано или поздно она умрет. А свобода не может существовать без любви. Они друг дружку подпитывают. Конечно, между ними нет причинно-следственной связи. Но есть то, что Карл Густав Юнг называл синхронностью. Каким-то неуловимым, мистическим образом одна подпитывает другую. Между ними нет видимого моста. Но если есть одна, нужна и другая. Если другой нет, одна просуществует совсем недолго и вскоре исчезнет. Поэтому будь рекой, текущей навстречу океану, навстречу Богу бесконечности. Но в то же время испытывай глубокую любовь к берегам, мимо которых ты течешь, к деревьям, горам, дням, ночам и людям. Испытывай глубокую любовь ко всему, но в то же время не блуждая и в пути. Пусть ничто не мешает тебе течь. Человек, который может совмещать любовь и свободу. Мудрый человек. Он обретает эту способность благодаря медитации. Медитация – это ключ, отпирающий и дверь любви, и дверь свободы. Это универсальный ключ. Медитация – это ключ. Медитация – это ключ. Медитация – это ключ. Мы завершили чтение этой книги «Багавана Рожниша», «Оша», «Сила любви». Это послание очень сильно перевернуло мою жизнь, особенно в моменты самого прочтения. И я читал сам для себя. За это прошу о вас прощения и огромное спасибо, что вы просто были со мной. Субтитры создавал DimaTorzok